Готовься они летом. Пословица справедлива и в отношении отопительного сезона. Впрочем, летом не только готовятся к следующему, но и подводят итоги прошедшего. Так, отопительный сезон в 2021 году начался довольно рано, 9 сентября. Завершился 12 мая. Для домов, не оборудованных приборами учёта, он продлился с 1 сентября до 30 апреля. Обслуживанием систем теплоснабжения в городе занимаются 8 предприятий, два из которых специализированные. Среди них МУП «Теплосервис» обслуживает 16 котельных, из которых 8 угольных, 6 мазутных, одна на пилетах, одна электрическая. На обслуживании предприятия находится также 69 километров тепловых сетей. Теплоснабжающая компания обслуживает 10 котельных и 20 километров тепловых сетей. Отопительный сезон, как всегда, начался с многочисленных обращений граждан на отсутствие тепла в квартирах по причине разбалансировки системы отопления в доме. Основная причина – это проводимые в летний период ремонтной работы управляющими организациями и собственниками жилья. Ну и также закрытые подвалы, когда включить отопление, управляющая компания также не будет. Такое замечание. В ходе отопительного периода администрации города было выдано 11 предписаний о немедленном устроении причин упущающих параметры теплоснабжения. Предписания выдавались как теплосервис, так и теплоснабжающая организация. Основное нарушение – это несоблюдение температурного режима и нарушение целостности теплоизоляции. Прошедший отопительный сезон не обошелся без аварий. Всего зарегистрировано 10 крупных внештатных ситуаций. 4 у теплосервиса, 6 у теплоснабжающей компании. Основная причина – изношенность тепловых сетей. Проще говоря, коррозия металла. Сложнее всего пришлось жителям дома по адресу Гагарина, 20. Устранение аварии заняло 20 дней. Другая известная проблема отопительного сезона – перетопы. При выявлении несоответствия температуры нормативам, жители многоквартирных домов имеют право обратиться в управляющую компанию. Специалисты обязаны провести проверку. Если факт подтвердится, жильцы вправе написать заявление на перерасчет. Последние 4 года теплоснабжающие организации сталкиваются с проблемой закупки топлива и создания нормативного запаса. Речь прежде всего о теплосервисе. В связи с создавшейся ситуацией прошлой осенью паспорт готовности город получил позже на 4 дня. А в октябре администрация города вынуждена была ввести режим повышенной готовности. Однако сбоев в отоплении не случилось. Сейчас долги теплосервиса составляют около 300 миллионов рублей. Причина образования данной заложенности связана с складывающейся на рынке стоимостью энергоресурсов мазут и уголь, которые в разы выше, чем в тарифе. В тарифе цена мазута в отопительный сезон была заложена 17 886 рублей. В осенне-зимний период, когда произошла закупка топлива, средняя цена мазута составила 37 953. Даже закупали выше. После 24 февраля была закупка 41 500. Но хочется отметить, что повышение тарифа и повышение цены мазута в тарифе на население не отразится. И эта разница берет на себя областной бюджет. Субсидия областного бюджета на покрытие разницы в цене на топливо составила 81 миллион. Конкурсы на закупку мазута и угля к следующему отопительному сезону предприятия объявляют уже сейчас. На перспективу решением проблемы должен стать перевод котельных на природный газ. Но муниципальное образование не имеет финансовых возможностей осуществлять эти действия самостоятельно. У нас нет с вами средств в бюджете. Оценочная стоимость перевести котельные муктеплосервисы на природный газ. Это составляет 946 миллионов рублей. Так же, как вариант, предлагается возобновление переговоров процесса по данным проблемам с АО «Газпром» и «Теплоэнерго». Ну, это уровень проекта Кировской области. Мы с осени прошлого года вас информировали, прорабатывали вопрос конституционного соглашения. Это тоже вариант. То есть, конституционер мог бы взять наш муниципальный теплосервис, готовиться к переводу котельных на газ, а проходить отопительный сезон на том виде топлива, на котором сейчас теплосервис работает. Значит, всё, что нужно в соответствии с законодательством, есть такой закон номер 115 о конституционном соглашении, администрация города сделала. Спустя месяц, после 24 февраля, конституционер посмотрел экономическую ситуацию и отказался. Значит, поэтому я считаю, что на сегодня реальный вариант этого возобновления переговоров с «Газпром» и «Теплоэнерго». Подготовка к следующему отопительному сезону стартовала. Предприятия ведут её согласно составленному графику.